Большой привет всем зрителям, с вами Катархонт, это Херцов в РН4 и вторая часть за Норвегию. Мы уже стали скандинавским социалистическим государством и продолжаем нашу партию в новом DLC, который выйдет для всех 10 октября. У нас тут готовится высадка, я еще одну дивизию решил добавить, чтобы четырьмя высадиться, займеть здесь плацдарм и пойти дальше в атаку, а в это время шесть дивизий мы подготовим на высадку уже в Финляндию, чтобы сильно не затягивать и нападем на нее. На всех фронтах постараемся добиться успеха, рекрута у нас есть, гарантий пока тоже никаких нет, и если мы сможем это реализовать, то у нас с вами будет возможность создания Северной Уни, а потом нам надо будет быстро делать армию и выставлять ее на границы с немцами, потому что немцы на нас уже очень скоро пойдут. У них будет цель на Норвегию, а мы с вами как раз изначально-то Норвегия, поэтому цель у немцев будет против всей нашей великой державы, несмотря на то, что мы уже вроде как коммунисты, да и Скандинавии тоже стали, но они все равно будут сражаться против нас, так что надо подготовиться. Сырь обещает быть интересный, поэтому желаю вам всем приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее, надеюсь, насладитесь данным роликом. Ну а мы с вами погнали переводить флот и готовиться к битве. О, смотрите-ка, советы с нами, запрос на закупку вооружения, хотят конвои, спасибки, также хотят добровольцы, но я от этого откажусь, и нам надо уже настраивать производство, у нас очень много пехотки, надо побольше допки, побольше артиллерии, ПВОшки также, ну и танки наконец-таки делать, я уже поставил их на исследование, как раз ВПО, которое ускорит нам на 5%, а также в будущем будет давать бонусы, правда, на средние танки нам смысла нет, межвоенные, нам в идеале бы вообще открыть организацию средних танков, но мы еще не пригласили транснациональных производителей, чтобы это открыть. Давайте долго не ждать, я боюсь, что все-таки гарантии сейчас прилетят, сейчас итальянцы должны Албанию съедать напряга, подрастает, мало ли британцы еще вздумают нам здесь палки в колеса вставить, поэтому погнали, у меня еще не готова высадка, я понимаю, что это рискованно, но я разместил две дивизии, которые у нас здесь были, они, правда, без особого оснащения, пока и организации маловато, но ничего, как-нибудь справитесь, я в вас верю. Армия здесь моя бежит, а здесь можно в атаку уже пойти вперед, нас особо-то не ждали, а мы вот нагрянули, здесь тоже высадка в будущем готовится, из пяти дивизий у нас как раз и тут, и тут, тут 4 дня остается, сейчас наш флот как раз на поддержку отправим, чтобы в Исландию пробежать, а потом Финляндию. И остаются уже считанные дни до того, как выйдет новая DLC на Hearts of Iron 4 для всех вас. Как же заманчиво эта страница выглядит в Стиме, да? Хочется прям взять и приобрести. Но вы скажете, что в Стиме сейчас купить сложно. Верно, поэтому у меня для вас есть решение. Это Steam, купи код. Здесь самые низкие цены на покупку игр гифтом на рынке, ниже, чем на других площадках. Вот даже вам пример. По моему промокоду, покупка игр выйдет дешевле, чем пополнение через Киви. Поэтому не упустите столь дешевый вариант купить гифт и порадовать себя новой игрой. Добавок, на сайте есть раздел «Недоступные в РФ». Здесь собраны игры, которые недоступны в Стим для российских аккаунтов. Но через купи код их можно получить гифтом на свой российский аккаунт. Без создания новых аккаунтов в других регионах. Ну а сама покупка происходит просто быстро и безопасно. Вы выбираете регион своего аккаунта Steam, оставляете ссылку на свой профиль, вводите мой промокод, который даст тебе скидку в 10% на покупку, и нажимаешь «Оплатить». Далее принимаешь заявку от бота в Steam и получаешь игру. Вот так вот просто сможешь обзавестись той игрой, которой давно хочешь. При этом сам сервис не запрашивает никакие пароли и другие данные, только ссылку на аккаунт. Поэтому за безопасность можете не переживать. Да и доставка вас порадует своей скоростью. Если же хотите дополнительные бонусы, то можете еще авторизироваться с помощью Телеграма и ВК и получить 50 бонусных рублей. А уже в следующих покупках, когда вы будете зарегистрированным, вам будет начисляться постоянный кэшбэк за каждую покупку. Так что не тяните, залетайте на сайт по моим ссылкам в описании, используйте промокод и порадуйте себя новинками. И чуть не забыл, тут сейчас идет розыгрыш 14 скинов в CS GO 2. Можете заценить, какие здесь награды. Если вам это интересно, то поучаствуйте. Я надеюсь, что вы сможете победить. Армия как раз, смотри, пошла вперед. Мы здесь сейчас узлы, надеюсь, сможем забрать. Чтоб у нас было снабжение, нам было полегче. Ну и дальше, дальше, дальше в Ельцинке побежим. Армия здесь слабовата, но нам можно на этот счет особо не переживать. Главное, чтобы она сейчас отвлекла как раз финнов, а потом мы уже сделали высадку и все было красиво. Вопрос, кстати, по высадке. Но она же готова. Нам еще и датский пролив нужен. Вот это вот странно, он вроде как, смотрите, не входит, да, сюда, но датский пролив зачем-то требует. Ладно, давай прожмем. И теперь получается все нормально, да. Странная вещь, зачем нам еще и датский пролив был нужен, но ладно, мы его реализовали. А здесь, ну, почти все неплохо, но могло бы быть и лучше. Давайте улучшим производственные линии. Макс эффективность производства плюс 15, это на самом-то деле имба. И я думаю, починим шахты. Да, конечно, 120 дней, но это очень большие залежи ресурсов вот здесь, вот они нам не помешают. В это время давайте следим за Исландией. Ну да, он все равно почему-то сюда улетел. А потом сюда обратно. Зачем? Так, здесь у нас 3-11. Ох, а хорош так-то. Армия крепенькая. Давайте под вынужденной атакой, но... Есть шансы, что мы не пробьем. Хотя, подожди, пробьем, скорее всего. Здесь флот поддерживает. Да, бомбардировка с моря. 7% всего, но тоже неплохо. Сейчас с севера тогда проатакуем под вынужденной атакой. Здесь пробьем. И потом с двух направлений уже в рекьявик. Командного ресурса нам на это дело хватит. Здесь у меня армия улучшается. И вперед. Вот, я все их сделал как раз под шапочки. Живем. Красота. Мы пробили здесь. Ну и все. Я даже предлагаю... А, ну мне все в атаку идут. Ладно, все. Рекьявик наш. Отлично. Исландию тоже мирно забираем. Под свой контроль. Прекрасная новость. Армия освобождается. Флот сейчас отправим сюда, чтобы высадку сделать. Но на севере здесь все неплохо. Нас чуть-чуть убивают. Но это терпимо. Главное нам сейчас вот здесь вот пицама забрать. И дальше вдарить. Финская белая смерть активировалась. Ну, без этого никуда. У них тут очень жирные бонусы сейчас идут. Это минус до того, что мы затягиваем. Но что поделать. Без этого никуда. У нас выставка еще не готова. Здесь у нас армия тоже очень сильно страдает. И можем с их снайперами разобраться. Давайте разберемся. Здесь меня больше радует ситуация, что мы вот две дивизии пробиваем. Вместо того, чтобы порт. Но это котел сделает. Хорошо. Тоже неплохо. Вперед сюда. Вперед сюда. Здесь тоже пока живо. Снабжение у них отрезали. Себе, правда, его пока не получили. Но как есть. Давай, сдерживай здесь армию. Из всех сил. Из всех сил. Давай в атаку, в атаку, в атаку. Очень плохо, что снабжения нет. Без него мы, конечно, жутко страдаем. Но есть контакт тут. Хорош. Все. Снабжение сейчас будет. Дальше в атаку пойдем. Армия тут прибыла. И флот тоже прибыл. Все. На поддержку морского вторжения. Отправлены. Ну и наша высадка. Тоже вперед. Все. Здесь пять дивизий. Потом еще пятерку подбавим. Нам должно хватить сил на высадку. А по фокусам мы берем независимую Норвегию. Превосполитическую власть и плюс 10. Темп исследований. Фабрик больше. Ух, хорош. Все это приятненько. Отлично. Контакт есть здесь. Срай уже давайте к победным территориям. Нас тут особо-то не ждали. А мы вот нагрянули. Как снег на голову прям упали. Чтоб финнам здесь не было особо-то легко. Хорош. Порт есть. Еще пять дивизий сюда. Здесь, да, мы удержали территорию. Хорош. Ну все. Ох. Людские ресурсы. Поддержка войны. Финны все-таки нас немножко дестабилизируют. Ну ладно. Ничего с этим не поделаешь. Вперед. Хельсинки забирать. Высадка все-таки вот здесь вот очень многое дает нам сейчас. В том числе возможно сделать котлы. Выйти в Хельсинки сразу же. Здесь забрать тоже территорию. На узком фронте они, может быть, нас бы и удержали долго. Но здесь, благодаря тому, что мы сделали высадку, у них не очень хорошая ситуация. Понадеемся, что советы не начнут сейчас наглеть и нападать тоже. А то по скриптам финны могут отдать территории. Нам от этого явно никаких плюсов. Польша отвергает ультиматум немцев. У нас остается уже не так уж много времени. Скоро они и по нашу душеньку придет. Надо готовиться. А здесь забирать все новые и новые победные территории. Здесь очень много мелких. Нам они все нужны. Все, наконец-таки финны капитулируют. Можем забирать спокойно все территории, а также весь флот. Бах. Да, все забрали. 18 сентября 1939. Ну, вы видите, сколько территорий здесь отсобирали. Здесь. Наконец-то все наше. Ну и давайте. Объявляем о создании Северной Унии. Северное социалистическое государство. Флаг, конечно, тот самый старый. Не особо приятненький, но что есть. И, кстати, вопрос. У нас есть свой альянс с Парагваем, но мы так-то можем убрать его. Вот, кстати, в объятиях Белой Смерти. Зимнее истощение. Потери от истощения. Поддержка. Атака. Износ машин. Ух, финны бьют, конечно. Мое починение. Просто что думаю? Мы сейчас уже дружим с Советами. Как ни крути. Может быть, объединиться с ними тогда в Коминтерн. Раз у нас все равно не Троцкий, поэтому зачем нам наш с вами Севинтерн, если мы все-таки едины? Ну, тоже не знаю. Парагвай, да? И ладно. Вот серьезно. А, он обратно готов, да? Вступить к нам в альянс. Интересный расклад. С нами прям хочет дружить. С другими странами нет. К Советам тоже, да? Ну, не знаю, стоит это делать? Не стоит. Давайте все-таки с Советами реально объединимся. Не, ну а чего? Троцкого не вышло. Вот когда будем за Троцкого играть, там уже будем за Троцкого. А тут? Валянск с Советом. Опа. А защита Финляндии пропущена. Объединение северных народов. Промка уже в 90, 600 с лишним тысяч людей. Ну и мы вместе с Советами. Все это наше национальное. Север наш. Теперь можем спокойно готовиться к противостоянию против немцев. Максимум возможных территорий и ресурсов мы получили. Давайте теперь улучшать армию. И мы, знаете ли, вовремя сюда вступились, потому что немцы обосновывают цель против нас. У меня, кстати, вопрос. Пак Нолд Риббентропа ведь есть. Да. Ну, тогда мы можем ничего не переживать. Но на всякий случай лучше укрепиться. А то мало ли что будет. У Норвегии, кстати, интересно, есть промышленное КБО, которое улучшилось у нас разочек по фокусам. Алюминия 20. Скорость 30 инфы плюс 10. Скорость 30 фабрик плюс 20. И темп следования промышленности еще плюс 7. Не, ну, приятно, приятно. Поэтому берем. И нам надо бы еще каких-нибудь генералов высшее командование. Но тут их раз-два и обчелся. Выбор, к сожалению, пока слабенький. Давайте военную экономику лучше. Советы требуют у нас Карелию. Не, ну, советы, мы уже твой друг. Тебе нелогично требовать с Карелией и говорить, что Ленинград опасен. Нет, пусть только сунутся. Я не думаю, что они нас выкинут из-за такого. Просто максимально странно советы. Вы чего? Я понимаю, что скрипты, Карелия. Но на данный момент мы союзники и друзья. Поэтому финны отвергают требования советов. Да, финны. Именно финны. Не мы отвергли, если что. Все нормально. Ну и ладно, давайте продолжаем раскачиваться здесь. Здесь норвежскую экономическую школу, фабрики. Скорость строительства фабрик как раз. Нам это все нужно. Армия уже на границу с немцами выставлена. Ну и шаблончик у наших шапочек. Вот такой вот. Девять пехоты. Арта в допах тоже. У нас с вами и арта находится. И поддержка ПВО. Единственное, что, кстати, интересно. Теперь разведка. Смотри, коэффициент батальона поддержкой орудия артиллерия. То есть, благодаря разведке у нас арта лучше себя показывает. Вау, прикольненько. Можно потом ее будет, наверное, увеличить количество. Но пока так нормально. Производственная линия по арте больше пока не потерпит. А по поводу ресурсов. Ну, вы можете заценить, сколько здесь ресурсов у нас с вами пряталось. Вот, видите, вот эти вот запасы. Починили. Теперь здесь красота. Я еще, при том, и инфу здесь сейчас настраиваю, чтобы ресурсов стало еще больше. Полностью были на самообеспечении. Вот, немецкие интересы в Скандинавии. Ну и ждем. Пойдет он на нас? Не пойдет. Вроде как не может. Мы не можем, да, объявить ему. И он, скорее всего, нам. Потому что пакт о ненападении с лидером есть. Ну, прекрасно. Мы защитились от угрозы немцев. И, кстати, немец... Ай, хотел сказать. Люксембург не трогает. Нет, все-таки тронул. Эх. Жаль ты. Жаль это сделал. Вот за люкс я тебе отомщу. Сейчас вот соберу силы, сделаю танчик. И я отомщу тебе за Люксембург. Ты только жди. Я приду к тебе. Обязательно. Ой, смотрите, какой интересный выбор дальше. Мы можем получить две фабрики. Скидку на промышленность и электронику, но поддержку фашизма. Либо можем получить одну фабрику, но скорость 30 фабрик плюс 15. Не, ну... Как бы 15% баф. К тому, который и так уже есть. В 30% скорость на строительство фабрик. Вы издеваетесь? По-моему, это очень балансно. Вот прям... Никак иначе не скажешь. Потому что у нас достаточно много территорий, где можно застраиваться. Я сейчас здесь делаю инфу, сделаю фабрики. И мы тут строить будем моментально. А хотите еще больше бонусов? У нас вот здесь вот в теоретиках есть прагматичный министр обороны. Стоимость сухопутной дактильи меньше на 10%. Так еще и скорость 30 фабрик плюс 10. Знаете, просто бонусы на фабрике. Сейчас еще получим бонус. И еще. И это какая-то реально жесть. Просто застрой все, что только видишь. Видимо, в Скандинавии именно об этом. Там что у Швеции бонусы, что у Норвегии сейчас. Прям все-все-все на застройку. По поводу танков. Смотрите, я не знаю, была ли раньше такая схема или нет. Вроде бы нет. Но теперь, смотрите, шасси базовый берешь. То есть не настроено. И тут есть теперь кнопочка шаблона. И ты можешь сразу же более-менее исторические варианты себе заиметь. То есть нажимаем так. И нам сразу же сколько двигателя, сколько брони, какие здесь улучшения. И нам предлагают определенный танк со своей специализацией. Удобная вещь. Но мы будем делать не так. Мы будем делать танк чисто пехотный с броней. Кстати, если что, то летая броня на средние танки особого смысла не имеет. Она разве что экономит хром. Да, но броню дают столько же, так еще и показатели ниже. Поэтому мы играем через сварную броню. Берем здесь в доп-модулях себе еще наклонную броню, чтобы ее еще замаксить. Ну и на надежность я сильно пока смотреть не буду. Это первый этап, потом улучшим. Нам единственное, что сюда надо, какое-нибудь дешевенькое малое вооружение поставить. Давайте тяжелый пулеметик. И брони слегка накинем. Пусть пока такие ранние модельки будут танков. Потом постепенно их улучшим. Сейчас у нас исследуются как раз новые. Уже на их, на базе нового шасси будем производить совершенные танки. Кстати, по рынку купить-то можно в основном только вот самое базовое. Гражданские поезда. Пехотку. Бронемашинки. Арты немножко. ПВОшки. Моторизация. Ну, грузовичков как раз. Танки. Вот только советы. Сейчас выставили легкие. И все. Кому они сдались? Хороший вопрос. Не, в некоторых случаях, да, не спорю. Но в сороковом году покупать базовый легкий танк, сами понимаете, уже поздновато. Есть еще от советов малые самолеты. Но их 14, 5 штурмовиков. Совсем ни о чем. А я продаю конвои. Правда, их уже никто покупать не хочет. Но, наверное, стоит выставить еще, может быть, пехотку. Может быть, еще что-нибудь. Даже по дешевой цене. У нас все равно запасы большие. А если учесть то, что у нас на складах почему-то есть вооружение Нидерландов, Британии, Мосинка, которая вроде как монгольская, немецкая, ну, чешская. Нормально у нас тут так ресурсов. Нормально. От всех стран что-нибудь да получили. Решил избавиться от всего старого. Выставил смотреть сюда базовые пехотки, грузовичков, бронемашинок, легкие танки. Все при том по сниженной цене, посмотрим, кто-нибудь купит по такой или же нет. Потому что все на рынке продают по обычной. А я вот по сниженной даю. Так что давайте, принимайте. Ну и мы в очередной раз улучшаем на сей раз железные дороги и получаем скорость 30 инфы плюс 20 бонусом. Не, не Норвегия прям, а им бища растет. Сейчас еще возьму рабочую армию. Это мне даст 6 фабрик и 4 инфы. Потом возьмем здесь еще 9 военных заводов. Просто подумайте, сколько за один фокус нам дают. Ну а потом думаю, самое время взять оборону на упреждение. Опыт армии, военно-промышленная организация финансы получит. Здесь еще финансы от них получим. А потом постараемся воспользоваться вот этим вот бонусом на немцев. Вместе с советами я думаю самое то. Единственное на что я надеюсь, что вот эти вот фокусы пропустятся. Зато вот знаете, на военное командование ругался. Но здесь Альфред есть, который разведданный увеличит инициативу войск. Да и вот этот, командующий тоже на инициативу и на эффективность укреплений. Интересное дело, то есть мы здесь через шпионаж можем неплохо отыгрывать. Если вдруг захотим. Думаю, самое время сделать разведагентство свое. О, здрасте. 17 декабря 40-го года. Все, немцы объявили нам войну. Притом нам, не советам. Но с советами, видимо, у них тоже пакты, а не нападения. Все, они сейчас еще и на советов пойдут. Фух, ну что ж. Кстати, нормально. У немцев вроде как побольше танчиков теперь. Правда, ну, все равно мало. Но они типа пытаются. На границе с нами аж 20 дивизий. И скорее всего еще несколько на высадке. Но у меня здесь порты прикрыты. Я здесь тоже сейчас прикрою. Ну ладно, ладно, ладно. Да начнется великая и интересная битва. Немцы, видимо, решили нас испытать. Ну а мы тоже, знаете ли, не так просты. Во-первых, хехех, фиг вам, а не пробивка. Ну не знаю, на что они надеялись. Все-таки как-никак уж в обороне я могу стоять. Сейчас вдобавок прикроем еще здесь порты. Потому что мало ли высадится. На всякий случай лучше закрыть основные узлы. Нам, конечно, не показывают, что высадки есть. Но вдруг будут. Поэтому лучше быть готовыми. Здесь план атаки. Но самое приятное, я хочу вот сюда вот. Сейчас подкопить армию и добавить как раз танк. Он даст 45 брони. Такую броню пробить будет сложно. Притом, если еще убрать вот так вот, то будет вообще 46. Красота. Вот так вот сделаем. Ну давайте. Армию распределяем. Пакт о ненападении с демократами. О, кстати, высадка. Как знал прям. Как знал, что здесь высадится. Да. 9 дивизий. Ух. Ну что ж. Ладно. Сейчас придется бодаться. Я так-то могу себе еще армию позволить. 24 дивизии. Мне не сложно. Ну и... Стоит ли призывать советов? Да, давайте. Пусть тоже постражаются. Но им, конечно, будет тяжко. Но мы ведем единый бой. Поэтому чего отказываться? Будем до конца. Будем вместе верить в успех. А здравствуй, родименький. Ты еще нас хочешь атаковать? Ооо. Ну удачи тебе. 600 обороны. Конечно, вражеское превосходство действует. Но мы тоже на контратаках его ловим. И ПВОшкой хоть как-то останавливаем. Так. Ну а здесь наконец-таки закрыли. Давайте еще на укрепы. Армии рядышком поставим на всякий случай. А то высадка была неприятной. Ну а здесь нам нужны танки. Мы их сейчас как раз в шаблон закинем. И будет проще. Намного проще. А советы, кстати, я бы не сказал, что плохо. Не. Местами прорываю. Да. Но в целом. В целом. Приятно. Притом у него нет барбаросы. Так что советам сейчас чуть попроще. Они уже отчаянные меры берут. Чем раньше подготовиться, тем лучше. И я в них верю. Ну а что мне еще остается? Только верить в наших-то советов. О нет. Мои Аланские острова. Немцы. За что? Эх. Ладно. 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 Забирайте. О, хорош. Смотри, какая удобная высадка. Сейчас опять закрываем дивизии немцев. Не знаю, на что они надеялись. Но они не могут пробить нашу броню. А мы их хорошо пробиваем. Ох. Ох. Немцы. А вам не жалко свои дивизии? Хорош. Нормально так. Кстати, у нас колаба от немцев 30%. Вот с этим надо быть аккуратнее. А то он сейчас так острова у нас пособирает. И нам будет очень и очень неприятно. Но я все равно хочу сделать вот эту вот вещь. Бахнуть так вот. И высадку. Вперед. Оборона на упреждение. И да. К сожалению, захват Дании и Швеции не пропускается. Тоже логика странная. Потому что ты получаешь цели здесь. Логично, что ты их выполнишь. И эти бы фокусы пропускались. Но нет. Очень грустная вещь. Так, здесь высадка в одну дивизию. Ай, давай вынужденную атаку. Еще немец две дивизии ведет. Ну ты издеваешься, да? Но они все равно не выстоят здесь. Все. Возвращаем себе острова. Ибо нечего. Они наши. Посмотрите, кстати, на немцев. Которые уже на границах с советами истощаются. И притом так, ну, знатненько истощаются. Они потеряли 760 тысяч. А советы всего 660. То есть Барбаросса как-то не пошел. Они даже его и не взяли. Они, получается, без всех бонусов здесь пытаются воевать. А я знаешь, что хочу попробовать? Да, да. У нас атака лучше. И у нас бонусов больше. Красота. Мы немцев двигаем. Все. Просто. Как ничего не мешающее нам. Мы даже шестью дивизиями его двигаем. Ну, это уже слишком. Ладно. Хорошо. Пусть будет так. Мне, наверное, жалко немножко немцев. Что они не могут сделать против такого шаблона. Вот он. Наш шаблон. Благодаря броне очень себя хорошо показывает. Шаблончик танка. Тоже можете посмотреть. Давайте устаревшего уберем. Вот он. Чисто вот этот шаблончик. Он плох в атаке. Но единственное, что в нем есть, это броня. Ее надо еще будет сейчас повышать. Чтобы было еще легче. Ну и все, немец. Все. Наигрался. Да. Ну, мы скорее сейчас не пробьем. Придется отступать. Давайте ему шанс. А потом опять в атаку идти. Да. Ну, чтобы сильно людей не терять. Давайте. Остановим атаку. Сейчас отступим. Дадим ему возможность зайти опять обратно вовнутрь. А потом выкинем его. Давай вот так. Тут, конечно, советы. И он советов давить, скорее всего, не будет нормально. Ну, давай проверим. А, будет. Нормально. Хорош. Заходи в гости. Я тебя жду. Хотя, подожди, заходи в гости. Смотри, отвел я войска, и армии не осталось. То есть, и Ишка на границе с другим Ишкой ставит меньше войск. Что за подстава? Я не понял. Ты че это? В атаку давай. Он ничего здесь не оставил, и еще думает, что мы в атаку не пойдем. О, подожди, кстати. Смотри, какая красота. Вот сюда вот. Сейчас через танчики пробьемся. Нет? И смотри. Я вернул армию, сразу же вернул свою армию. Вот. Зараза-то какая, а? Прям как вовремя действует. Давай обратно отступаем. Пойдет в атаку? Не, он опять армию уводит. Мда. Ну, ладно. Ладно. Немец себя ведет максимально странно. Я так понимаю, мы так и будем, да? Их потихонечку выбивать. Обратно, обратно. Можно, конечно, в данью запустить их поглубже. По линии снабжения можно вот сюда вот в укрепу их пустить. Узел не хочется терять. Ну, давай сделаем. Вот так вот их запустим. Специально отступим. Дадим им вовнутрь зайти. А там посмотрим, как они себя поведут. Ну, на крайний случай, можно здесь котел даже сделать. Но я понадеюсь, что он еще сюда в укрепу зайдет. А то что-то как-то, ну, давай, немец, давай. Я в тебя верю. Можно, конечно, немножечко сделать вид, что мы отступаем. Наоборот, вот сюда уйти, сюда уйти. Давай вот так вот. Пойдешь. Я тоже не хочу идти в атаку. А, нет, пошел. Но опять же, тут советы уже войска свели. И он такой типа, а, и так пойдет. Ладно, давай в очередной раз в атаку выдвинемся. В одной провке. Может быть, сейчас можем закатлить. Проверим, что из этого выйдет. Вперед, 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 вперед. Через танки к победе. Я в вас верю, несмотря на то, что вам реально тяжело. Так, ну мы пришли. Что мы здесь видим? Сюда можем проатаковать и сюда. Пробьемся ли мы? Вопрос хороший, скорее всего, ответ нет. Хотя вот сюда вот место хорошее, но нет. Нам опять не хватает сил. Чуть-чуть ударной мощи бы. Вот совсем чуть-чуть. Ну, либо немца впустить подальше, чтобы можно было закатлить. Ну, давай опять отступать. Кстати, в августе 41-го Рим уже захватили. Ну, здрасте. Чет как-то ось эта. Совсем не держится. Совсем. И очередная атака. Давай, вперед. Единственное, что сейчас пока тут атаковать не буду. А теперь погнали вовсю. Вперед. Вперед, 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 вперед. Не дадим ему здесь даже задержаться. Но здесь опять очень много войск. Не-не-не-не-не. Не даст сейчас пробиться. Опять подкрепа подводит. Он прям ждет здесь нас. Ждет. Такое ощущение, что его надо дальше пускать. Кстати, в это время Совету уже все. Нормальные границы держат. Их далеко даже не откинули. Здесь уже Италия погибает. Что-то как-то ось. Ну, совсем. Совсем плохо. Вот прям очень плохо. Ну, что поделать. Атакуем сейчас 7 немецких танков, которые нас даже пробить не могут. Они, кстати, даже в бой не вступились. А вот мы их тоже пробить не можем. Ладно, мы поровну идем. Муссолини с должности. И, к сожалению, Италия не нашей будет. И воу-воу-воу-воу. Все-таки ротацию это делает. Не дает так легко пробиться. Давай еще в атаку. Ну, рано или поздно мы просто организацию все должны выбить. И пробьем. О! Не, ротацию все равно делает. Ну, ладно. Мы все равно подпрокачиваем. Я просто хочу сейчас вот сюда вот выйти. И закатлить бы. Но не дает. Давай еще раз в атаку. На сервис на всей линии фронта. И, о, да. Контакт есть. Вот здесь вот опять. Нам дают возможность двух направлений пройти вперед. Может быть, сейчас семь танков закружим. Но, скорее всего, здесь опять будет дивизий 20. Которые чисто за рекой встали. И нас не пускают. Ну, сейчас проверим. Но я почти уверен, что так и будет. Давай, 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 давай. Прям, знаешь, не дает нам пройти. Все, мои войска устали. И такие, типа, не, хватит с нас, да? Ладно. Главное, что узел получили. И на том спасибо. Все, Италия восстает. Под британцами? Под британцами, эх. Ну, а мы с вами отступили. Я хочу их сейчас спустить подальше. Пусть они даже здесь порт заберут. Ну, если они, конечно, пробьют советов. И опять, смотри. Остались советы, и армия он почти все увел. Вот что за логика? Ладно, делать нечего. Вперед в атаку. На агрессивном плане. Раз такое дело. О, смотри-ка. Что я вижу? Серьезно. Так мало войск. Но мы их опять не пробьем, потому что через реку огромнейшие дебабы в 60%. Тут еще недостаток снабжения. Мы были так близки, но одновременно так далеки, чтобы это реализовать. Ну, что-то уже получше выглядит. Не так, конечно, как хотелось бы, но все же. Давай здесь начнем атаку. Но танков, конечно, он пускает очень много. Я не знаю, на что он надеется таким образом. Сейчас, надеюсь, вот это сможем добро закружить. Да, отлично. Сюда тогда вперед, и сюда вперед. Еще одну дивизию давай. Освободим свой остров. Это мне не нравится, что он не наш. Кстати, вот здесь вот зря я, наверное, тоже так сильно атакую. Вперед сюда, в одну провку. Хорош. И здесь вот так вот. Тут чуть-чуть попридержим двумя дивизиями чисто. А здесь в атаку. О, красота. Все. Мы это реализовали, наконец-то. Котел. Так, вдобавок к этому, сейчас посмотрите, нам дают, наконец-то, зайти на этот берег. Все. Гамбург наш. Ура. Не прошло и полгода. Мы преодолели это препятствие. Да, да, да. Все, 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 все. У тебя здесь уже нет шансов. У тебя уже здесь нет власти, немец. Мы готовы пойти в атаку. Ура. Долго мы к этому шли, но, наконец-то. Вдобавок к этому, давайте еще отсюда армию сейчас приведем. И две армии по 24. А также сейчас еще одна армия в 24, которая готовится, будет отправлена на фронт с немцами, которые и советов не продавили к апрелю 42-го, и Италию потеряли, и здесь что-то как-то не особо чуть смогли. Честно, как-то немцы вообще ни о чем. Ну, серьезно, что это? Что? Будет легкий противничек. Вклада у нас всего 6%, маловато. Я думаю, где-нибудь до 14-15 мы добьем, и все. Заберем немного территории, но хотя бы что-то сделаем. Сделаем какой-то плацдарм на будущее. Ну, а самое важное, я думаю, нам капитулировать Францию под свое правление. Именно забрать Францию, чтобы потом на мирной конференции хотя бы Париж себе взять, и тогда Виши перейдет к нам. Вот такой вот план, я думаю, нам стоит поставить. А так, данная часть будет подходить к концу. Надеюсь, она вам понравилась. Мы до конца объединили Северное Социалистическое Государство, расширили нашу промышленность, сами окрепли, армию сделали. Не очень большую, всего 600 тысяч, станет 888. Но такую, которая давит немцев, без проблем дамит. Потому что они не могут пробивать нашу броню нормально. А не пробивая нашу броню нормально, они получают больше урона, в то время как мы меньше. Да, мы тоже с их броней страдаем, но как бы один на один мы все равно побеждаем. У нас ситуация лучше. А у немцев все хуже и хуже и хуже. Так что победа рано или поздно будет за нами. Если у вас какие-то пожелания по прохождению есть, то их оставляйте в комментах. Постараюсь реализовать, также вопросы задавайте. Ну а я надолго не прощаюсь. До скорых встреч в новых видео.